Я отправился в очередное путешествие, и вот такое изумительное звездное небо мне удалось заснять. Причем без специального оборудования. Но давайте обо всем по порядку. Привет! Сегодня я расскажу про свои приключения. Расскажу, как я впервые попробовал сделать астрофотографию. Покажу, что из этого получилось. Поделюсь кое-какими советами и наблюдениями. Ну и просто это будет интересная история в духе путешествий и приключений. У меня давно была идея сделать красивые фотографии звездного неба. Однако, чтобы это мероприятие смогло воплотиться в жизнь, должно было совпасть два фактора. Во-первых, чтобы у меня был выходной в этот день. А во-вторых, чтобы небо в эту ночь не было затянуто тучами. Я где-то около месяца ждал, когда же это случится. И вот, как говорится, звезды сошлись. И для себя я решил, что все, 100% нужно ехать. Недолго думая, я взял все самое необходимое, сел в машину и отправился на фотоохоту за звездами. Куда же я поехал и вообще, зачем я поехал, если мог просто выйти в парк перед домом, спросите вы. А дело все в том, что город излучает очень много света. И даже если я найду очень темное место в парке или отъеду в пригород, то горизонт будет все равно сильно засвечен огнями города. Для таких астролюбителей, как я, есть специальная карта. Light Pollution Map. Ну то есть карта светового загрязнения. И если на нее посмотреть, то можно заметить, как много света излучает город. А серое место, в котором световое загрязнение сведено к минимуму, находится не так уж и близко. И ближайшая такая зона находится в Псковской области. Поэтому я отправился более чем за 250 километров от города, чтобы мне ничего не мешало делать красивые ночные фотографии и наблюдать за небом. И вот мое приключение начинается. Мимо меня проносятся леса, луга, озера, деревушки. А я еду все дальше и дальше, в самую-самую глушь, где нет ни интернета, ни связи, но самое главное, нет светового шума. Ехать пришлось долго. По большим оживленным трассам я ехать не стал, чтобы избежать предпраздничных пробок. Но проехаться по не очень большим дорогам, через разные деревеньки, тоже была не самой плохой идеей. Чем дальше я отъезжал от города и все ближе и ближе подъезжал к темному пятну на карте светового загрязнения, тем меньше вокруг меня становилось машин. А через некоторое время я вообще остался на дороге один. И ничего меня уже не отвлекало от живописных видов. Ну, разве что ограничение скорости в изредка встречающихся деревеньках. Но и они уже попадались на пути не так уж и часто. Ну вот, асфальтовая дорога закончилась. И я съехал на грунтовую. И следующий час я буду ехать по ней. Вообще, у меня не было забито определенной точки в навигаторе, в которую я хотел приехать. Я просто ткнул в середину темной области, чтобы приехать туда. А потом планировал разобраться на месте, где лучше будет остановиться. Мне показалось, что так я лишь добавлю дух приключения в свою поездку. Но дорога? Я подозревал, что в такой глуши не будет нормальной дороги. Однако, то, что я здесь встретил, наоборот, еще больше вырвало меня из города и погрузило в совершенно другой мир. Ну а отсутствие инфраструктуры, наоборот, сыграло мне на руку. Отключив все рабочие чаты и все уведомления, ввиду отсутствия возможности подключения к сети. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Со временем и такие небольшие деревушки перестали попадаться мне на пути. И я только изредка встречал грузовые машины, которые везли мне навстречу хворосту ОЗ. Ну, точнее, это был скорее не хворост, а бревна. Кстати, брали они их, судя по всему, здесь. Ну вот, тени понемногу начали удлиняться, а значит, самое время уже найти место для ночной вылазки. Я уже некоторое время ездил по темной зоне в поисках стоянки. И вот, свернув в очередной раз с основной дороги, я нашел подходящее место, чтобы остановиться на ночь. Это был берег небольшого озера, на котором я и решил заночевать. Ну, как заночевать? Провести ночь в компании звезд. Надо отдать должное, место было не совсем глупое. У берега стоял длинный стол со скамейками, а рядом с ним было сделано кострище. Причем рядом лежали подготовленные кем-то дрова. Доехал я до сюда с приключениями, после которых машина изрядно запачкалась брызгами из-под колес. Так что по приезду нужно будет ее обязательно помыть. Плюс еще обратный путь по тем же местам. Вдали я заметил пару домиков, видимо это были чьи-то дачи. Так что полностью глухоманию это место назвать было нельзя. Разводить костер я не стал, да и к тому же ни хлеба, ни маршмеллоу у меня с собой не было. Солнце потихоньку закатывалось за горизонт, красиво освещая лес, озеро и берег. Любаясь последними лучами заходящей звезды, я потихоньку готовился к наступлению ночи. Времени конечно было много, так как после заката все равно пришлось бы еще около часа ждать наступления темноты. Так что я не сильно торопился, да и приготовить все было не очень долго. Вы конечно сейчас можете усмехнуться, но снимать звезды я планировал на телефон. Но не на простой, а на свой гугл пиксель 7 фро. И надо отдать должное, я в нем не разочаровался. Помимо пикселя у меня с собой было еще две камеры инста 360, которые я тоже планировал задействовать. И вот последние лучи солнца скрылись за горизонтом и наступила темнота. А это значит пришло время наблюдения за звездами. Сейчас-сейчас я все покажу, какие фотографии у меня получились. Я не просто так решил фотографировать звезды на телефон. Дело в том, что в нем есть специальная функция. Астросъемка. И если включить режим ночной съемки, поставить его на штатив, то через несколько секунд он сам тебе предложит сделать не просто ночную фотографию, а астрофотографию. Времени это займет определенное количество. Это не будет так, что тык-тык-тык-тык и ты нащелкал кучу ночных фотографий. Нет, каждая фотография будет делаться около четырех минут. И в это время самое главное не трогать телефон, чтобы все получилось отлично. Плюс, бонусом, вы получаете односекундное видео, на котором можно заметить, как за четыре минуты съемки звезды сместились относительно земли. Ну а вот, что у меня получилось. А это уже таймлапс камеры, которую я поставил на крышу машины на целую ночь. Кстати, могу дать совет таким же, как и я, начинающим астрофотографам. Лучше всего фотографировать не просто небо и звезды, а брать в кадр немножечко земли. Чтобы у вас попадали туда деревья, водоем, может быть гряда гор вдали. Как мне кажется, тогда фотография получаются намного лучше. Кстати, все фотографии я опубликую у себя в сообществе ВКонтакте. Ну и можете заодно подписаться на меня там. Ссылка будет в описании. Вторую половину ночи я пытался уснуть, но безрезультатно. Хорошо, что в конце апреля тут было уже не так холодно, и самое главное, не было комаров. Это я не выспавшийся, но довольный, уже еду обратно. Отсняв все, что хотел, перед самым рассветом я двинулся в обратный путь. Но не спешите выключать это видео. На этом мои звездные похождения еще не заканчиваются. Но если я возвращаюсь обратно, то это не значит, что это конец. Впереди еще будет кое-что интересное. Вернувшись обратно в город, я решил получше разобраться с темой звезд и, возможно, понаблюдать за ними более профессионально. Для этого я отправился в Пулковскую обсерваторию. Как по мне, лучше места для этого и не найти. Я тут провел достаточно много времени, часа 4 или даже 5, и провел бы еще столько же, но вечером она закрывается. Да и я уже вторые сутки практически не спал. В обсерватории вам расскажут про устройство планет, звезд, солнечной системы и нашей, да и не только, нашей галактики. Покажут кучу интересных экспонатов. Мне даже удалось потрогать руками настоящий осколок железно-никелевого метеорита. В общем, здесь вы точно не заскучаете. Но самое интересное начинается в конце, когда стемнеет. Вас приглашают подняться по винтовой лестнице, которая ведет куда-то наверх. Затем еще выше по другим лестницам. И вот, когда все препятствия преодолены, вы попадаете на смотровую площадку главной башни обсерватории. Но это еще не конец, ведь можно подняться еще выше, к главному телескопу. Однако, пока что нужно перевести дыхание тут. И вот, ты выходишь на улицу, и тебе открывается вид на башни обсерватории и на ночной город, над которым заходят на посадку самолеты, прилетающие в Пулково. Налюбовавшись всем этим, ты поднимаешься еще выше, и вот ради чего я сюда приехал. Это настоящий телескоп, в который сейчас мне удастся посмотреть. Сотрудник обсерватории делает последние приготовления, разворачивает телескоп и открывает створки купола. После этого нужно навестись на интересующий вас объект. Купол башни подвижный, и его нужно выставить в нужное положение. После этого навести сам телескоп. Чтобы сделать это точно, по специальной программе находим положение нужной звезды, и калибруем положение телескопа по заданным параметрам. И все, готово. Выключаем свет, чтобы он не мешал нам наблюдать, и приступаем к увлекательному занятию по рассматриванию звезд. Если честно, это немножечко не так, как я себе это представлял. Ну, в фантазиях кажется, что вот, я сейчас посмотрю в телескоп и увижу все впадины, горы и кратеры на далекой звезде. Возможно, на Луне это и можно сделать, с переменным успехом. Но звезды настолько далекие, что когда ты смотришь в телескоп, ты видишь примерно то же самое, что и обычным глазом. Только звезда ярче, четче, ближе, качество картинки лучше, а так, то же самое небо и та же самая звезда. Но посмотреть в телескоп все равно здорово и стоит того. В самой обсерватории я тоже сделал несколько фотографий на телефон. А все фотографии я никак не редактировал. Как телефон снял, так я и выложил. Кстати, если вам понравилось, то поддержите видео лайком, мне будет приятно. Ох, как я боялся, когда ехал по вот этой вот дороге грунтовой, что вот эта вот конструкция, на которую я все снимаю, опрокинется и упадет. Я посмотрел, когда в задние зеркла и на тень, там она вот так вот вообще вся прыгала. Я думал, вот хоть бы, хоть бы она не упала. Но на всякий случай я на камеру все равно надел дополнительные защитные линзы, чтобы, если что, разбились они, а не сама камера. Но машину я по приезду помыл, так что она осталась чистой.